8 и 9 ноября в нашей области пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Сейчас полным ходом идет подготовка к этому масштабному событию. Встречать гостей и помогать им будут около 150 волонтеров. На их занятиях побывала Айгири Мукашева. Стрессоустойчивый, коммуникабельный, доброжелательный. Таким должен быть настоящий волонтер. Ведь во время форума межрегионального сотрудничества на их плечи ляжет большая ответственность. Они будут встречать и сопровождать гостей, а значит отчасти по ним сложится мнение о Северном Казахстане. Сейчас волонтеры изучают основы коммуникации. Секретами мастерства с ними делится психолог с многолетним стажем Галия Байзитова. Первый компонент это деловое общение, коммуникация. Коммуникация на уровне вербального и невербального уровня. Далее это мотивационные факторы, то есть создание мотивации для волонтера, для его будущей деятельности. Следующий этап это преодоление стрессоустойчивости в любой ситуации. Участники тренинга, их здесь порядка 40, внимательно слушают наставника. Найти подход к собеседнику, прочитать его по жестам и мимике, уладить конфликтную ситуацию. Все это пригодится не только во время форума, но и в повседневной жизни, считает Карина Хайрушева. Она студентка из КГУ, учится по программе «Серпен». Детство провела в российском Саратове. Участие в таком масштабном событии считает для себя почетным. Это историческое явление, я историка, я хочу принять в этом участие. И опять же, я россиянка. Мне было бы приятно наблюдать за масштабным слиянием двух стран. Потому что все мои родственники проживают в России, я сама живу в Казахстане. И мне действительно хочется посмотреть на это. Первый поток волонтеров, а это 135 человек, обучили летом. Они прошли тренинги и семинары. Сейчас еще 150 активистов будут осваивать навыки делового общения и психологию до конца октября. Обучение у нас наших волонтеров будет проходить, так сказать, три этапа. Первый – это психологические тренинги. Второе – обучение – это по волонтерству. И третье – мы также хотим провести для них экскурсионные туры по городу, по достопримечательностям города. Для чего это нужно? Так как наши гости, которые приедут с Российской Федерации, либо с других регионов нашего Казахстана, в первую очередь они, конечно, будут интересоваться нашими достопримечательностями. Молодежный ресурсный центр подготовит около 300 волонтеров. Для форума межрегионального сотрудничества Министерство культуры и спорта отберет из них лишь половину – самых достойных. Учитывать будут все – владения языками, грамотную речь и даже физическую подготовку. Айгири Мукашу, Данил Тарасов, Новости МТРК.